Приветствую вас! Сегодня 9 декабря в центре Тбилиси зажгли главную новогоднюю елку. Мерия Тбилиси перенесла фотографии погибших на Украине грузинских наемников с проспекта Руставели на площадь Героев. Центр города Тбилиси в эти дни будет предназначен для празднования Нового года. На горнолыжном курорте Бакурияне перед началом чемпионата мира по сноуборду и фристайлу проверят качество снега. Это будет четвертая инспекция. Чемпионат мира по сноуборду и фристайлу 2023 пройдет в Грузии в Бакурияне с 16 февраля по 5 марта на вершинах Кохта и Дидвели. Регистрацию уже прошли 1300 спортсменов из 50 стран мира. Премьер Грузии доволен результатами борьбы с коррупцией в стране. По его словам, Грузия является лидером в регионе Восточной Европы и Центральной Азии в плане борьбы с коррупцией и опережает многие европейские страны в этом направлении. Кутаевская торпеда в финале обыграла Твилисский Локомотив 2 со счетом 2-0 и стала обладателем Кубка Грузии имени Давида Кепиани. На грузино-российской границе на территории Дагестана произошло землетрясение магнитудой 5,5. Очаг землетрясения находился на глубине 46 километров. Грузия в кратчайшие сроки закупит генераторы и отправит гуманитарную помощь украинскому народу. Украина борется за идентичность своего народа, за территориальную целостность. И это то, что очень хорошо знают грузины на собственном опыте. По заявлению председателя комитета Госдумы по делам СНГ Леонида Калашникова, появилась перспектива для отмены виз с Грузией и возобновления прямого авиасообщения России с Грузией. В Грузии начались протесты против строительства новой ГЭС в ущелье реки Лопота, в Кахети, в Тайловском муниципалитете. Протестующие перекрыли дорогу и не дают проехать технике. Они останутся там и ночью. 10 и 11 декабря в Ботаническом саду пройдет шоколадный новогодний фестиваль. Удачи всем вам!